Для всех, кто здесь присутствует, часовой мастер-класс проведет олимпийский чемпион, почетный президент школьной паскет-гольной лиги КС-баскет Сергей Александрович Белов. Как строится в основном недавняя подготовка, символичная. Я прекрасно понимаю те возможности, которые имеют российские школы. Я принимаю однократно те залы, в которых вы тренируете, я применительно к этим условиям постараюсь вам показать, что же нужно сделать. Естественно, конечно сказать, что это у меня зал не стандартный, что у меня такие-то щиты, такие-то мячи и прочее. У меня нет ни фитнеса, ни того, ни сего и прочее. Поэтому здесь я думаю, что вы что-то посмотрите, что-то увидите. Если у вас будут вопросы, мы с удовольствием не только расскажем, но и их постараемся всем показать. Помимо девчонок и ребят, нам сегодня еще помогают Андрей и Олег из команды. Кто у нас герой, герой-площадок. Поэтому начинаем с улыбкой. Ну что, кто-то. Смотришь, смотришь. Остановились. Вы как тренер, как преподаватель, должны добиваться того, чтобы это упражнение выполнялось правильно. Для того, чтобы спина прямая, чтобы в этой позиции не находиться, спина прямая, здесь подбородок расстояние максимальное, чтобы видеть все. Да? И отбиваюсь вот в такой ситуации. Руки то же самое, да? Вот все сели так. Ну, можно чуть-чуть вперед, чтобы подтолкаться. Немножко возойдите, если шахтан не пойдет. Вот сядь. Вот стоишь, смотри, вот так. А надо сидеть вот тут. Спину прогните, чтобы чувствовалось напряжение. Встаем, снижение. О, человек. Десятый номер. Вот это нет. Вы должны, не надо. В ширине плеч, чуть пошире. Вы защитные стойки, вы же будете защищаться. Спину держите. И вот то, что мы сейчас с вами делали, вы можете давать любой интерпретации. Вы можете это делать, допустим, под сигналом. Встали, отдыхаем. Вот то, что мы, как называем, челнок, не просто бег. Вот сейчас мы будем делать как? Рывок. Рывок. До штрафной защитной стойки возвращается. Рывок до центра возвращается. Рывок. И мы всегда... О! Ниже. Рывок. Ниже. Ниже. Руки работают. Отдыхаем. Вы можете давать на всю площадку. Вы можете давать на середину. Сейчас мы делаем как? Бежите. Возвращайтесь сбоку. Прибежали. И не два раза возвращайтесь сбоку. Хорошо? Опять работаете до штрафной. Поворачивайтесь с другим. Поехали. Рывок. Рывок. Другим. Я сказал вы штрафной. Один человек меня послушал до всего. Рывок. Штрафная. 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 Рывок на лицевой. Рывок на лицевой. Рывок на лицевой. Отдыхаем. Три. Четыре. Пять. Прошло. Двадцать секунд. Уже осталось чуть-чуть. А ну добавим. Давай, давай, давай. Еще один. Третий. О, пошло на уголь уже. Давай, 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 давай. Давай. Всего минута. Эх, вы, молодежь. Соток пять. Пятнадцать. Как прозвучит свисток? Останавливайтесь там, где вас достанет свисток. Стоп. Сколько? Так. Еще кто-то не считал? Не считал. Так, все ложимся. Ребята, отжимайтесь десять раз. У нас наказание за правильность одного человека несет вся команда. Девчонки, вы тоже не считали? А что ты отжимаешься? Инициатива доказуема. Примерно. Кто-то знает, сколько пробежал? Все понятно. Вот это самое главное в контроле преподавателя, тренера. Когда вы должны добиться того, что игрок перед выполнением любого упражнения должен знать, что от него хотят. Если кто-то не услышал, кто-то не расслышал, еще кто-то не воспринял, да? Сразу берете по свой контроль. Иначе вы не достигнете никакого результата. Как отдышите, так скажите. Ну, я могу сказать, что в отличие от, допустим, американцев баскетбола, особенно работы с молодыми, это касается школьников, студентов, основная работа, конечно, идет над защитой, в отличие от России, Европы и прочей. Поэтому молодого человека приучают, или девушку, или мальчика, приучают относиться к защите как к нечьему святому. У нас, к сожалению, такого нет. Сегодня я вам покажу тоже командное упражнение, которое мне очень нравится, по крайней мере. Почему? Потому что я вижу всех игроков, команда действует сообща. Вы должны, работая над любым упражнением, о чем я говорил, не забывать, что это команда и весь корпус. И сплочнение команды, оно как раз происходит во время погоды. Вот сейчас, ребята, на этой половине, девчонки, чуть поближе, в шахматном порядке, ко мне лицом встаньте. Прямо до лицевой линии можно чуть-чуть. Кто бы кому не мешает, вы тоже, девчонки, ко мне лицом. Ну, ничего страшного, чуть подальше, что-то. Видите? Что, в шахматы никто не играет? В черные, белые, клеточки, так вот. Еще писать. Или ты не отдышал? Значит, чем хорошо, что я вижу всех? И вообще, когда вы работаете с командой, вы никогда не будете в центре площадки, потому что всегда кто-то попадет в не поле зрения. Ну, так уж устроен мир, все равно, кто, если ты на кого не смотришь, тот начинает халтурить. Это закон, диалектика природы. Поэтому лучше для тренера, если он занимается каким-то, вот это позиция, когда я вижу практически все. Практически все. Значит, задание такое, очень мне нравится. Свисточек, 30 секунд работаем, свисток, 30 секунд отдыхаем. Уже сейчас по моей команде, первой команде, да? Задание такое, по моему хлопку вы все занимаете тут. Только, как мы с вами говорили, да? Вот стой, спина прямая, ноги все сели. И сидим, слушаем. Вот так вы можете делать. Так. Я не понял опять. Поджиматься хочешь? Нет. Сейчас устроим. Сидим, сидим, сидим. И слушаем. Это такое. Я показываю руку в эту сторону, все начинаете двигаться в защитной стойке. Никто не шатается, таз находится на одном уровне. Показываю в эту сторону, все начинаете двигаться в эту сторону. Показываю туда, вы делаете два влево, два вправо. Показываю назад, двигаетесь на меня, да? Два вперед, два влево. Три секунды работают. Первый сигнал от вас. Хоп. Никто не путается. Никто не путается. Никто не путается. И здесь тренер, конечно, по идее, должен заводить игроков. Он должен кричать, не угадывайте, не угадывайте, не угадывайте, не угадывайте, не угадывайте. Работаем, 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 работаем. Смена направления, быстро. Работаем. Хоп. Учим не реагируете. Вяло мяч падает, и потом вы его ищите. Мяч должен от пола вернуться опять в вашем кистье. Когда получается такой вяло, вы ударили, он где-то там не заскочил. Это очень жестко вы должны вести мяч. Два. Опять раз. Два. Не между ног, за спиной. Чуть-чуть можно двигаться. Ты же идешь. Раз. Раз. Два. Раз. Два. Еще пичи взяли. Запоминаете управление, да? Заяц, как я говорил, на барабане, потом между ног, потом между ног, за спиной. Сейчас между ног. Но выполняете одно важное условие. Очень многие игроки сейчас делают все наоборот. Для чего делается поворот? Саня, передумай. Для чего делается перевод любой? Для того, чтобы пройти. Я пошел в эту сторону. Закрыл дорогу, да? И я выбираю способ перевода. Я могу перевести там спиной, например, поменять направление. Сейчас мы делаем перевод между ног. Я пошел сюда. Очень многие игроки сейчас делают наоборот вот с такой движением. Мяч все равно крытый. Я для чего делаю? За спиной, с поворотом. Для чего делаю между ног, чтобы защитник закрыть мяч от защитника. Поэтому первое движение я делаю эндер такой. Вот это положение должно быть. И после этого я уже перевожу. Опять раз. Перевел. И вот это такое упражнение. Есть работа ног, чтобы проверим вашу. Вашу, вашу, вашу. И вот здесь вы опять должны. Вот о чем я говорил. Человек идет в эту сторону и ставит эту ногу. Я закрываю. Пока без дрыга. Ногу за меня заставляешь. Вот, переводи. Вот. Меняешь направление. Меняешь направление. Оп. Нога какая-то. Оп. Я закрыл тебе. Оп. Вот. В чем секрет. Если я хочу добиться, я должен показывать вам. Потому что вы все закончили высшие учебные заведения. Вы знаете, что есть понятие неправильных навыков, которые потом никак не коренеть. Поэтому, как вы не начнете делать с самого первого дня, так ничего не получится. Так, сюда все, ребята. Дометируйте. Смечайте. Меняйте направление. Второй перевод за спиной. И третий перевод с пилотом, с поворотом. И получается, что вы следующее, с другой руки уже начинаете между ног, за спиной и с поворотом. Так как три перевода, у вас каждый раз меняются начальные руки. А? Три подряд. И сразу опять потом начинаете. Вы практически спели. Поехали. Раз. Два. Правильно, начинаете сразу. Свободного бега практически вы проникаете, но свободного бега нет. Вы сразу выполняете. Раз. Два. Три. Сразу начинаете. Раз. Два. Три. Поехали. Поехали. Что бояться? А тренер следите. Вот я сказал, в этом порядке. В этом порядке никак по-другому. Или сейчас все отжимаемся. Договорились? Между ног, за спиной поворот. Идем по кругу. Спиной с поворотом. Пехот. Эх, сколько работы у нас. Мяч укрываем. Мяч укрываем. Мяч укрываем. Ну мужики, выход. Не подведите. Сразу начинаем. Опять. Как переводишь? Какая нога вперед идет? Опять не так. Оп. Правильно. Поворот. Пилот. Между ног. Так, подойдем. Проходим, проходим, проходим. Глядите. Все-таки, когда вы заметны, когда пьете штрафные, для чего некоторые игроки несколько раз ударяют на этот шпоп. Для того, чтобы как бы расслабиться. Плечи как бы опущены. Если плечи находятся так, вы напряжены. Если плечи находятся опущены, вы расслаблены. Значит, положение мяча должно быть примерно вот такое. Но так как мы имеем достаточно несовершенным аппаратом, как человеческое тело, я не могу сказать, что нужно прямо четко держать, прямо в кольцо, именно локоть. Для того, чтобы открыться, вы все равно должны чуть-чуть открыться. Это понятно, да? Локоть достаточно должен быть высоко. Почему? Если вы будете удержать параллельно полу, у вас траектория пойдет вот такая. Вот, 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 такое положение должно быть. Значит, сейчас легко очень. Мяч делится здесь в середину. Указательный палец является на середине мяча. Сразу возьмите, у кого есть мячей. Указательный палец. Указательный палец отвечает за направление в середину кольца. Он должен, как бы, после броска рука должна остаться в таком положении. В локте выпрямлено указательный палец должен указывать в середине, направленную в середину кольца. И указательный палец отвечает за очень важную часть для того, чтобы мяч имел обратное вращение. Для этого, как бы, вы учите детей, особенно. Чуть-чуть вынимитесь сюда, чтобы кольцо не мешало. Вот вы просто сейчас стоите, занимаете ту позицию, немножко встанете так, свобода. Начинаете выполнять такое движение. Вот у тебя уже мяч лежит, умность унает. Он должен лежать вот так. И вот вы лучше второй рукой не держать в этом упражнении. Вы взяли, положили, бросили. Взяли, положили, бросили. Мяч вращается. Самая заработа норма. Я здесь раз, там раз. Это движение. Один шаг под шаг. И вы всегда, если бросаете под каким-то углом, плечи должны быть развернуты к кольцу. Я веду ведение, да, сюда. Мне надо остановиться, бросить. Я сначала остановился, развернулся. Потом уже идет прыжок. И вот это движение вот. Вы начинаете работать. Раз. Отсюда тоже самое. Вот это движение вы начинаете делать. Вот это движение. Опять. Оп. Поймали. Опять. Развернулись. Оп. Попробуй. Ничего не уйдется. Без ведения. Не надо. Мяч берешь. Прямо. Левая. Сейчас идет вперед. А зачем ты вот сюда? Мы говорим о том, смотри. Даже если ты с ведением. Оп. И потом бросок. Оп. Поехали. Разверни плечи. О. Поехали. Не самую худшую выборку, да? Еще и сбоку рук. Понятно, да? Вот это очень важно. Начиная с кисти, кончая работой ног. Постоянно вы должны плечи перпендикулярно к кольцу должны быть. Да? После этого бросок. Раз. Просток. Даже если я отсюда начинаю. Я должен. Вот такого движения. Красиво, но не правильно. Красиво, но не правильно. Значит. Ну, мы сейчас все замерзли, наверное. Вы становитесь под кольцом. Девчонки. Девчонки, то же самое. Олег, становись. Вот я, Андрей. На. Дугу. Даешь пас тренеру. Мяч кладешь. Даешь мяч тренеру, выходишь. Вы сначала можете учить игроков для того, чтобы он делал керл за ворот, да? Я пошел и забыл с одной ноги. Слева, права. Ты бросил справа, ты уже дал пас, и идешь слева, да? Понятно, да? Левый, правый крюк. Поехали. Нет, поехали. Оп. Пас уже, пас уже, пас уже, пас уже, пас уже, пас уже. Пас, пошел, 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 пошел. Но, 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 что это броски. Стоп. Андрей, не даешь, пока он не повернул, да? Смотри, у тебя пас. Я покажу. Я вот здесь уже, для того, чтобы без видения получить и не бросить. Чего вы? Правая, левая. С этой стороны правого пояса, стой левый. В обе стороны, девчонки, выходите. В обе стороны, в обе стороны. Идешь справа. Ты пас сразу, пас быстрее, пас быстрее, пас быстрее, пас быстрее. В левый крюк. Ноги подбирайте. Когда у вас игроки схватили этот прием. Подожди, не давай. Стоп. Вы уже можете здесь тренировать бросок в прыжке. То же самое, выходишь, получаешь мяч, бьешь. То же самое там. Поехали. Веселее. Поехали. Пас, что ждешь? У тренера нет плеча, пас. Даешь мяч. Уже не из-за фишки, а уже из-за своего игрока открываешься на трех очков. Нет, ты ему заслон делаешь. Заслон. Не надо никуда двигаться. Основная проблема постановки заслона, это заслон движения. Это сразу прецедент для фалам нападений. Игрок должен очень жестко ставить заслон двумя ногами. Не махать руками, не двигать одним местом. Да, пошел. Вот я его поймал. Получил у меня, получи там у меня еще подальше. Я его выпустил. Я разворачиваюсь, иду, играю патентром. Опять ставлю заслон. Заслон. Защитник, Саня, какой-то такой. Вот защитник. Я вместо тебя. Можно поразить? Значит, нельзя ставить заслон на таком расстоянии. Потому что всегда защитник, который держит игрока с мячом, он всегда найдет, как вылезть оттуда. Я должен. Ты не двигайся до того, как я ему не поставил послон. Назад. Расстояние между мной и этим игроком тоже не должно быть большое, потому что идет между нами, да? Много видите? Игрок начинает движение бейтинг-ролл, защитник большой, пытается идти ощущаться между ними. Ты не двигаешься. Вот я по сам, он только прошел, я как на циркуле открываюсь. Вот сейчас вам задание, да? Получаешь, проходишь, без защиты пока. Ты открываешься, забиваешь мяч. Да. Сейчас, девчонки. Все, хватили. Получаешь, шире. Пошел, бегом. Рано. Рано. Не двигайся раньше, пока он не поставил. Поехали. Еще любой. Большой. Ставай, ставай, ставай. Ты у нас один большой. Поехали. Оп. Быстрее. Оп. Движение. Забиваю. Кто-нибудь по улице? Еще раз повторяю. Большой игрок. Жестко, широкими ногами. Вот я ставлю за слон. Перепопрыгаем. Десять прыжков все. Давай прыгай, самая основная. Десять прыжков. Наказание. За непослушание. За слон ставится. На место, пожалуйста. Я с мячом. Я с мячом. Даю передачу. Выхожу на бросок. Выхожу на бросок. Так вот. Не получается. Иду. Открою. За слон. Как на циркуле. Оп. Кратчайшее. Оп. Оп. Все. Не надо крутиться спиной. Давай. Вот. Еще раз повторяю. Жесткий заслон. Жесткий. Раньше не двигайся. Оп. Пошла. Бас. Хорошо. Поехали, поехали, поехали. Ничего себе не двигайся. Я решил. Нормально. Заслон. Стоп. Теперь разговор о защите против пик-н-ролл. О защите против пик-н-ролл. Есть несколько способов работы над защитой. Значит, первый самый, самый, наверное, старый. Это называется степ-аут или шаг наружу. Начинаешь движение. Я делаю такое движение. Защитник мой подхватывает второго игрока. А я тебе делаю вот это движение. Я тебя туда загнал. Не, не берешь меня. И вернулся к своему. И опять я подошла смену. Попробую. Медленно. Медленно. Оп. Ты ему не даешь провалиться. Ты ему не даешь провалиться. Пошел большой туда. Это целый игрока провалился. Я его должен задержать. Не пишет. Гони его дальше. Гони его дальше. Назад. Чуть дальше. Гони его. Подальше. Ты его резонный броска выгнал. Все. Свое. Поперек. Держи. Стоп. Ты играешь в этой позиции. Для того, чтобы этого игрока опять туда послать. И там уже делать смену. Ты ему должен закрыть дорогу. Не в этой позиции. Если вы будете в этой позиции играть, он меня обойдет и все. Еще раз скользитесь, пожалуйста. Сейчас подожди. Я его знаю, что мы играем стоп-аут. Я его гоню туда, где игрок мой. Сочетник. Где защитник? Нет, нет. Вот он пошел. Ты что делаешь? Вот. Как только. Гони его. Все. Иди назад. Здесь смена происходит. Понятно? Попробуй. С самого начала, о чем мы говорили. Зашло. Оп. Назад. Назад. А ты что там застрял? Еще раз. Из зоны броска выиграли его. Сразу назад. Поехали. Поехали. Оп. Зашло. Конива. Опять. Стоп. Не может игрок начать движение поперед площадки. Не может. Начинаю с движения. Я его гоню сюда. Не может он идти сюда. У него вот. Я как начал его гонять. Он сюда не может пересечь линию. Поехали. Выходи. Опа. Назад. Назад. Все. Если вы имеете, как бы вы знаете, что этот игрок назад вернулся. Этот игрок не очень силен в броске. Значит, здесь ситуация такая. Отдай передачу. Отдай передачу. Выходишь. Выходишь. Снимай. Идешь. Стоп. Вот. Я знаю, что он не очень хорошо бросает. Сами заслонные. Сами заслонные. Я отхожу. Начинать движение. И вы меняетесь здесь. Как бы между двумя игроками в потензу я покажу. Понятно? Попробуй. Ну, быстрее. Здесь опасность какая. Это игрок с мячом. Вот ты оттуда. Проходи. За столом ставишь. Не, не. Там. Здесь опасность какая. Я пошел в сведение. Пошел в сведение. Он пошел сюда. Я остановился и пробил. Почему я говорю, что... Что против игрока, который как бы не очень хорошо бросает даме листах. Третий пункт. Последний. Алексей Владимирович. То же самое. Я выдавливаю своего игрока. Ты его держишь. Выходи. Я своего игрока выдавливаю. Вот этого большого. И ты идешь сейчас в связи с меня. Вот это причина. Понятно, да? То я пропустил его между собой. Или я его начинаю туда выдавливать. И мой защитник идет в пользу. Нас выгоняют. Ну, как? Девчонки, идите сюда. Покажи, придется еще раз. Середину всех. Пацаны. Время. Если что, надо, зовите. Поможем. Всем спасибо. Да, друзья, можно аплодисменты. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.